давным давно далекой далекой галактики почему вашей интерпретации терминатор стал киборгом убийцы потому что такого слова как терминатор в русском языке нет это калька терминатор по поэтому киборг-убийца это отражает и смысл и уж без киборга никак не обойтись кибер-генетический организм но это уже пошло в русский язык именно поэтому я и переводил это как киборг-убийца но потом когда я переводил остальные серии слова терминатор уже вошло и мне вставать в позу благородного рыцаря и говорится нет нет ну что вы это не так было бы неправильно мне кажется киборг-убийца сегодня зритель способен иметь такую возможность сам решать что ему смотреть конечно это благодаря прокатчикам рекламщикам стриминговым сервисом кино сайтом лицензии вот тут я карим с вами согласусь благодаря интернету но мы помним золотую эпоху видеокассет и тогда согласитесь всем мнением что что в 80-е 90-е годы за зрителя решали уже не куда цензурирующий орган не куда министерство культуры условно до или госфильмофонд а люди которые просладели видео салонами заказчики переводов и в видео кассет ну что я могу сказать те люди с которыми я работал вот те люди которые потом распространяли или как тогда говорили тиражировали видео вот те с которыми я работал они любили кино и разбирались в нем ты прав любовь моя это будет нас секрет ну бизнес есть бизнес и если ты будешь давать зрителю только то что ты считаешь высокохудожественным и так далее денег ты не заработаешь я думаю что такой фильм как какие-то фильмы с ван дамма они наверное заработали гораздо больше денег чем серди лион с однажды в америке но это не делают эти фильмы лучше так что у людей которые ходили в видео салоны и у них у самих были видеомагнитофоны конечно у них появился выбор но вот богатый ли вот эту нам ну это вопрос на который как сам себе ответить а был ли в то время может быть 80-е может быть 90-е годы человек которого можно назвать капитаном видео гранат вы понимаете эпоха видео пиратства она делится совершенно четко на две части первая часть это часть кустарей одиночек это люди которые на чем-то заработали достаточно большие деньги и вложили их как в покупку вы знаете я больше пяти-шести видеомагнитофонов в одной квартире не видел то есть это один видеомагнитофон с него подается на запись и 6 записывают то есть за один присест человек зарабатывает на 6 кассетах а вот после девяносто первого года появились студии видео студии вот там стояла по 200 видеомагнитофонов и уже была налажена система доставки новых фильмов ну например первый терминатор это восемь четвертый год если я не ошибаюсь не буду настаивать но мне кажется это перейти он был украден с монтажного стола в голливуде смонтирован и на видеокассете привезем сюда и советские зрители увидели терминатора гораздо раньше чем американцы вот тогда был дикий скандал ах ты ублюдок ну как же тебя убить и печь даже дикий сканд как это так в советском союзе авторские права не сильно защищались тем более я боюсь что и сейчас они не сильно защищаются иначе перед каждым американским фильмом не было что фбр вас там пять раз расстреляет четыре раза четвертует это же ведь извините все предупреждения фбр они не на русском написано на английском на число а вот но сейчас мне кажется вот например эпоха видеооперация она полностью погибла хотя бы по одной причине я уже об этом неоднократно говорю видеооперация убил интернет стоит там заплатить не я переведу фильм его продадут но я не знаю какому-то там человеку но возьмет его и в интернет выложить и все никто до этом фильме больше ни копейки не заработает все ладно ладно не надо злиться я вернусь и помогу тебе но сейчас я считаю такое количество причем я не знаю вы согласитесь со мной или нет но сейчас такое количество высококлассной продукции виде сериалов но начни смотреть но не сможешь пересмотреть потому что вот у меня дома я подписан на netflix кроме подписи на netflix я сейчас вернусь в москву у меня будет жесткий диск на котором будет записано все что я заказал люди можно учатся скажу совсем неправильную вещь зачем не ходить в кино тем более что мне в кино всегда не везет я сажусь на свое место сзади меня во первых едят попкорн на машинном масле я этот запах не переношу вообще или сидят несколько человек которые не понимают что происходит ника не пытаются друг у друга спросить одновременно они шуршат шоколад фольгой от шоколада она выясняется что они вообще пришли на другой фильм но зала перепутали но это моя судьба я не жалуюсь но стараюсь кино ходить режу задел то современное поколение я знаю что вы видите ввели или ведете до сих пор программу на радио не было ли желание выйти в интернет и познакомить молодежь своим голосом вот вы можете совершить ошибку и глядя на меня решить что я люблю работать я сразу вам выше совсем не так я очень ленивый человек крайне ленивый человек мне говорят себе написал книгу о людях с которыми я общался это были многие из них были интересными людьми все знают а потом когда я напишу книгу вы ко мне подойдете скажете знаете а у меня такое впечатление что вы с этим человеком не общались а что его возрасте нет общался вы мне скажете нет не общен я сказал ты убил его нет я твой отец с другой стороны вот никогда не правильно никогда не говори никогда я сказал все я ухожу на заслуженный отдых мы будем искать теплое море и жизнь на берегу и тут предлагают там в одной московской академии там достаточно престижное учебное заведение москве преподавать я спрашиваю у них но я могу как-то воздействовать на студентов там травить их служебными собаками бить резиновой дубинкой может быть даже пытать кого-то они говорят нет я вину а как учебный процесс за не может получиться без это нет ну попробуйте я пошел попробую мне понравилось и мне понравилось понимаете это очень здорово и вот это новое поколение с одной стороны меня некоторые вещи настораживают мало чего мне возразят тебя можно сразу например некий кандидат на пост президента россии как ты можешь выставить свою кандидатуру на тебе условный срок ты не имеешь права но читаешь уже меня настораживают ему ставят лайки я могу положить что ему ставят лайки люди которые столько же не читали сколько он столько же не знают сколько он и так далее и так далее с другой стороны я смотрю вот на этих детей которым я преподаю и я вижу что это хорошие дети они например я у них спрашивают причем я я не жду ответа нет это вопросы знаете формально я говорю ну вот фильм однажды в америке не видели я говорю хорошо крестный отец но кто-то один видел первую серию один из величайших развлекательных фильмов за всю историю кино афера джорджа рой хилла с нюманом и с рэдвардом но когда я им говорю посмотрите к следующему разу им всем нравится и когда я кому-то там я им разные фильмы поручать смотрите я поручил детям каким-то смотреть касабланку и вдруг девочка мне говорит я даже не знал что есть черно-белое кино и вы знаете мне понравилось новое поколение оно другое совсем другое и она не может быть таким как моё поколение даже если бы например я очень много читал но есть на это возражение а много ли было в ваше время леонид развлечений вообще чтение но сегодня я бы не стал читать там майн рида и договорит тоже есть игра red dead redemption и вот тебе весь в остров против весь бусинар и майн рид меня настораживает что молодежь сейчас мало читает а с другой стороны я начинаю вспоминать и думаю кто надо прочти то сказал что все должны читать все пусть такими дешевые детективчики там женские от этого конечно мало чего прибавляется но тот кому нравится читать прочтет все что ему надо а насильно никому ничего не пикнешь абсолютно для вас терминатор сегодня это что прежде всего колоссальное удивление что кому-то это еще интересно потому что ел свою жизнь и руководствуюсь принципом то что сделано это что было это было если ты хочешь чего-то там доказать прежде всего себе работать дальше работать дальше у меня сейчас перевод фильмов далеко не ну не на первом месте мне сейчас очень интересно преподавается там вот это вот мне очень интересно это тяжелую смерть это та смерть который должен брюс виллес в этом фильме умереть я предлагал этот фильм перевести умри тяжело но достойно крепкий орешек он означает только одно что его он не убивает его пытаются убить а не получается я забыл что такой клаворот злак какой-то не клевер клевер конечно клеверное поле но человек может решить что клеверное поле тяжелая фермерская жизнь в соединенных штатах а вот монстры это уже интереснее гораздо это и это прокачки придумали да и даже думать нечего я считаю что джон ги это понятно американцы джон дилленджер это понятно а вот враг общества номер один я бы даже мог предложить убить джона дилленджера это на зрители и я считаю в этом нет ничего плохого зрителям должен принести в кассу деньги лакар лакар это же шкафчик вот этот лакар это твой личный шкафчик где у тебя там оружие нет наруженых сетях хранится нет форма какие-то предметы лакар так как речь идет о минерах а саперов это профессия это это воинская специально связанная с колоссальной болью но он постоянно пасает других но постоянно рискует собой повелитель бурь мне не нравится это надо это должны сесть люди которые хорошо у которых как сейчас говорят креактивно работают мозги и придумать броское название на которое пойдут люди ну я бы может быть на минер на волосок от смерти буду хорошо и минер когда он про меня в последний раз рассказывать это фильм в котором они пытаются использовать людей с экстрасенсорными способностями а мне нравится безумно это хорошо потому что там же в конце концов выясняется что никто таки черта не может и не умеет это то самое в чем весь интернет забит бесконтактный рукопашный бой полную чушь полную чушь пожалуй все наверно